Если перед этой встречей химики одержали победу, то вот гости своим соперникам уступили. И пусть мотивы у каждого коллектива были свои, но задача стояла одна – победить. Старт поединка остался за москвичами. Уже на второй минуте они заставили капитулировать Судницына. 0-1. Быстрый гол из кольи наших игроков не выбил, и спустя пару минут нижнекамцы реализовали большинство. Отличился Михаил Жуков. 1-1. Под конец периода динамовцы, что называется, поплыли. За пять минут в воротах Лазушина побывало две шайбы, первую из которых забросил Павел Сдунов, вернувшийся в строй после травмы. Я рад вернуться, рад, что выздоровел. Буду набирать форму физическую, игровую. Думаю, дальше будет лучше, лучше. Тебе сегодня тяжело было? Ну, тяжело после паузы такой, конечно. Счет 3-1 сделал Михаил Жуков. Он оформил дубль. Наставнику «Динамо» пришлось взять тайм-аут, чтобы привести в чувство своих подопечных. На площадку москвичи вернулись обозленными, но злость их вылилась не в забитые шайбы, а в разбитые кулаки. И тут сильнее были нижнекамцы. Долгое время следующего периода изменить счет на табло не могла ни одна команда. На 31-й минуте игроки «Динамо» сокращают разрыв. Но ненадолго Андрей Сергеев оказался в нужное время в нужном месте 4-2. Третий период выдался очень нервным. За 4 минуты до конца встречи москвичи вновь доводят свое отставание всего до одного точного броска. Дальше больше. За игру высоко поднятой клюшкой удалился Егор Миловзоров. «Динамовцы» снимали вратаря, но безуспешно. Максим Березин со своей половины площадки выбрасывает шайбу и та летит прямиком в створ ворот. 5-3 победа «Нефсихимика». Мы поздравляем «Нефсихимика» с победой. С нашей стороны не имеем права в первом периоде пропускать три гола. В первом периоде напрочь проиграли свой пятак. Ну и по ходу игры где-то не хватило на пятаке противника. Было много отскоков, можно было много доработать. Создали много моментов. Но надо забивать. Если не заходит так, надо добивать, забивать. Молодцы ребята очень. Все старались, боролись. Тем более игра получалась. Фортуна была на нашей стороне. Всех с победой. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»